Многоуважаемые коллеги, добрый день! Мы начинаем очередной вебинар из серии «Цифровая онкология». Здесь мы рассматриваем реальные возможности тех технологий, которые внедряются в медицину. И эти вебинары проводим для врачей, которые хотят узнать реальные, а не мифические возможности таких технологий. И для смелых разработчиков, которые не побоятся обсудить свои проекты с математиками и с врачами. Традиционно наш вебинар мы проводим с ведущими сотрудниками Политехнического университета имени Петра Великого. И сегодня нам поможет, будет нашим гидом в этот современный цифровой мир, профессор Забаровский Владимир Сергеевич, заведующий кафедрой телематики. И профессор Уткин Лев Владимирович, директор Института компьютерных наук и технологий. Традиционно с нами координатор проекта GrandsFabs в России, компанией Bayer. Аширова Анастасия Азатана, это тот человек, который знает все сложности от теоретических выкладок до практической реализации цифровых проектов медицины, информации. Анастасия, вы слышите нас? Коллеги, здравствуйте. Рада быть здесь с вами. Хорошо. Со стороны медицин-онкологии Петрова лидера направление, в которое планируется экспансия современных цифровых технологий, это заведующая патологическим отделением Артемьева Анна Сергеевна. Анна Сергеевна, вы на связи? Уважаемые коллеги. Так, отлично. Заведующий отделения лучевой диагностики нам делегировал компетентного квалифицированного врача-рентгенолога Кстромина Екатерина Викторовна, заведующий отделом организационно-методической работы с регионами Комаров Юрий Игоревич, который знает все о возможности внедрения современных технологий не только в крупных городах, а еще и в маленьких селах. Да, ведущий научный сотрудник и главный исследователь испытаний медицинских изделий, в том числе и цифровых проектов, Сенчик Константин Юрьевич, на Константину Юрьевичу, да, вот тут, рядышком. И у нас должен присоединиться врач Никитин Олег Игоревич, да, но нет, это не он, и который должен выступить со своим инновационным проектом. У нас в программе первый выступает, как правильно, Владимир Сергеевич, все-таки вы будете первым или Владимир? Ну, я начну, да, я как бы, ну, стартовую такую, как бы, позицию я определю и передам, ну, так сказать, эстафету логическую Льву Владимировичу, который как раз вот доведет это все до, ну, ясной такой, ну, содержательной интерпретации. Ну, ну, что ж, спасибо, тогда Владимир Сергеевич, просим. Да, спасибо, Артем Николаевич, нам, конечно, очень интересно взаимодействовать, ну, нам, я имею в виду, представителям по техническому университету взаимодействовать с такими научными центрами, как НИИ-онкология имени Петрова, потому что именно на границе, как бы, наук, на межисциплинарном таком взаимодействии рождаются новые идеи, технологии и возможности, ну, создания нечто действительно инновационного и нового, вот. Но я в своем, как бы, выступлении хотел бы внести такую, как бы, немножко отрезляющую составляющую, потому что на сегодняшний день очень часто слова цифровые технологии воспринимаются как некоторая победная реляция. То есть если мы перешли в цифровую технологию и, не дай бог, еще провели цифровую трансформацию, то мы, значит, уже лидеры и все прочее. Значит, на самом деле ситуация значительно сложнее, и вот мы, как представители Института компьютерных наук и технологий, как раз хотели бы поделиться своими, ну, так сказать, соображениями и опытом использования этих технологий применительно вот в контексте как раз медицинской практики. Вот Лев Владимирович подробно об этом расскажет, а я в своей презентации, я постараюсь быть максимально кратким, сделаю такой экскурс в проблематику вообще, что такое цифровые технологии. Значит, я специально название вот своего выступления в контексте темы бебинара назвал так, значит, цифровые технологии, инерция формализма и неизбирательность результатов. В этом названии есть определенная критика, но я думаю, что критика всегда полезна профессионалам для того, чтобы выбрать правильное решение. Значит, что важно? Вот сейчас многие говорят о том, что цифровая трансформация, цифровая экономика, не дай бог цифровое общество, это все очень правильно, хорошо, и нам от этого станет легче. Вообще, я вот здесь привел картину, портрет Готфлюда Лейбница, который еще там, черт знает сколько времени назад, очень четко сформулировал проблему, он ее называл так, не цифровизация, а датафикация реальности, то есть сопоставление некоторых цифр, значит, реальности, и сформулировал фундаментальную проблему цифрового тождества. Он говорил, что объекты физической реальности, которые нас окружают, тождественны, если они неразличимы. Суть этого принципа в том, что если у нас нету меры различия, то, соответственно, эти объекты одинаковые. Но в этом смысле цифровые технологии как раз подтверждают все это дело. Более того, существует, и он ввел такое слово, которое потом в биологии довольно часто стало использоваться, это понятие мимикрии, то есть приспособление к чему-то. То есть цифровая технология очень быстро мимикрирует к некоторым сущностям, которые никакого отношения к исходным понятиям не имеют. Вот я тут привел такой пример, значит, что если мы к какому-то числу добавляем, к единице добавляем какое-то число и получаем ноль, то это число называется минус один. Ну, очевидно, да, минус один плюс один будет ноль. Это вот цифры в нашем, так сказать, школьном курсе арифметики. Но это все правильно, если у нас число цифр в числе может быть неограниченно большое. А если число цифр в числе конечно, а это именно компьютерные технологии, то начинаются всякие чудеса. Ну, вот в частности, в качестве примера, вот я привожу огромное число, это 10 девяток, да, это огромное число, я добавляю к нему единицу, и по всем правилам 9 плюс 1 получается ноль, и зарабатываю нули. Но если бы у меня число цифр было бы неограничено, я получил бы правильный ответ. А если оно ограничено, как в компьютере, получается, что ноль – это есть огромное число, бесконечность. То есть получается, что сами по себе цифровые технологии могут очень серьезно исказить смысл результата. Вот такой удивительный пример. Значит, не все можно измерять цифрами. Ну, вот это почти классика, это как бы наличие существования неизмеримых множеств. Если вы посмотрите на эти треугольники, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, на восемь получается здесь 64 клетки. Здесь получается раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 15, 65. Здесь получается 63. То есть я разбил один и тот же объект на одни и те же объекты. Вот они здесь равны, вот эти треугольники. И получается 63 равно 64 равно 65. То есть в природе существуют формально неизмеримые множества, которые нас окружают, и, соответственно, цифровые технологии с ними ничего сделать не могут. Значит, ну вот в этом смысле блеск и нищета современных компьютерных технологий проявляются в полном, так сказать, красе своей. То есть что такое компьютерная наука? Это имитация реальности с помощью некоторых формальных связей. В чем блеск? Цифровое моделирование, неограниченный объем памяти, логическая связанность, виртуальность. А в чем нищета? Отсутствие целостности. А также существование, как я показал, неизмеримых объектов, алгоритмически неразрешимых задач. Ну, эти великие теоремы Гёделя, что если у вас есть какая-то арифметика, то получены истины либо неполны, либо противоречивы. Конечность представления цифр. Ну, и неустранимые ошибки программирования. То есть мы всегда должны понимать, что эта технология имеет ограничения. Как боремся, ну, как человек борется с этими делами? Он воспринимает объекты в целом. То есть вот, ну, я тут законду нарисовал, она смотрит на все и все понимает. Ей не нужны цифры, она понимает объект в целом. То есть интеллект является как бы в каком-то смысле альтернативой алгоритму. Потому что интеллект строит алгоритмы, а алгоритм реализует некоторую цифровую технологию. То есть главное во всех вот этих интеллектуальных эффектах в том, что мы можем не только получить результат, но и объяснить его. Ну, и вот все, что мы знаем о компьютерных технологиях, и мне кажется, вот, ну, врачам будет полезно понимать, что ничего кроме, то есть сущность компьютерной технологии – это наличие алгоритма. Значит, если Декарт говорил «когнито и эргосум», мысли, значит, существуют, то, значит, мы говорим «вычисляю, значит, существую». Но что это значит? Это значит, что компьютерные технологии применимы там, где объекты однородны и делимы, и имеют конечную алгоритмическую сложность. А все, что вокруг нас, вообще-то, невычислимо в этом смысле, неоднородно, обладает контекстом и так далее, и так далее. И, соответственно, ну, я тут специально написал, не вкладывается в цифровую модель современных компьютерных состояний. Ну, тут можно много рассуждать на эту тему, там есть целая такая теоретическая основа, но главное в том, что физическая реальность четырехмерна, три координаты одно время, а когнитивное наше пространство шестимерно. У нас есть память и прогноз будущего. То есть мы всегда в себя можем вложить всю физическую реальность. Но эти идеи шли очень, так сказать, развивались давно. Вот я специально привел здесь портреты этих лидеров, которые впервые сформулировали идеи. Причем самое интересное, что первая идея восходит не к самому алгоритму, а к идее сравнения идей. Вот, значит, Корсаков Сергей Семен Николаевич, он написал в 1832 году статью «Начертание нового способа исследования при помощи машин сравнивающих идеи». То есть это вообще само по себе название гениальное. После этого вот работы Бебиджа и Ады Лавайс, вот эта красивая женщина, которые придумали универсальные вычислительные машины, основы современных вычислений. Ну и вот как бы итогом всей этой теоретической работы вычислительная машина Тьюринга. В чем ее особенность? Она работает хорошо и прекрасно, если есть лента, а на ленте записан алгоритм. Возникает вопрос, кто пишет алгоритм? Если Корсаков говорил, что мы можем написать алгоритм, то Тьюрин говорил, а мы можем этот алгоритм реализовать. Вот здесь возникает какая-то двойственная задача, что первично, алгоритм или число. Ну, я тут специально, так сказать, делаю такой экскурс в проблематику. Вот один из знаменитых программистов, вот, Алан Перлис, первый лауреат преми-ними Тьюринга, он говорил так, у программы два назначения. Первое назначение, что она должна делать и чего она не должна делать. То есть это важно понимать. Соответственно, это его цитата. Программирование, так же, как и Колумбур, это игра слов. То есть получается, что смысла в алгоритме нет. Это чисто синтаксис. Вот. Ну и дальше простота не предшествует сложности, а вытекает из нее. То есть нужно из сложности, из целости выделять какую-то, ну там, первичную сущность. Ну и самое удивительное его исказывание, структура данных, средства сокрытия информации. То есть вот эти наши знаменитые теории больших данных, это как раз способ сокрыть информацию. Чем больше данных, тем меньше, ну это вот как бы энтропия, почти что физика, это энтропия. Вот. Что еще важно понимать, когда мы имеем дело с цифровыми технологиями? То есть существуют формальные пределы для цифровых форм знаний. Ну вот я упоминал уже теорему Гёделя, что любая теория, построенная на арифметике, либо противоречива, либо неполна. Истинно неформализуема. Ну тут есть всякие отступления от этого, но важно, что мы не можем проложиться только на алгоритм. И в этом есть суть, фундаментальное отличие ментального от алгоритмического. Когда мы говорим, вот у нас есть музыка, что такое музыка? Это код или это звуки? Ну вот так же, как и в медицине. Состояние здоровья – это что? Как определить его, человек здоровый или нет? Можно ли формально вычислить меру его здоровья? Ну понятно, что на определенном уровне – да, но всегда любое вычисление – это уже готовый алгоритм. А человеческий организм развивается, то есть в какой-то момент он может развиться и, так сказать, поменять свой статус. И возникают, естественно, вопросы, что все ли физические процессы, в том числе и биологические в медицине, могут быть сопоставлены некоторому коду, так же, как и физический процесс музыки, там, соответственно, нотам. И, конечно, вот здесь нас очень интересует именно роль то, что в компьютерной науке называется кодами, а в медицине, в биологии – генетическими последовательностями. То есть насколько в контексте того или иного генетического кода те или иные физические проявления можно интерпретировать таким-то и таким-то образом. Еще я хотел уточнить, но Лев Владимирович более подробно об этом скажет. Есть два понятия, которые очень серьезно влияют на всю эту технологию. Есть слово «научение», а есть слово «обучение». Значит, мы говорим, есть машинное обучение. Я учу машину тому, чего знаю. А научение – это процесс, когда мы воспринимаем информацию, не понимая ее смысл. Например, ребенок трехлетний, он учится языку, не зная грамматики. То есть вот в этом смысле нас природа как бы научивает чему-то, а мы уже можем обучить компьютеры. Поэтому первично, конечно, наше понимание того, что происходит, а уже потом алгоритмическое ее сопровождение. Что важно понимать, особенно вот сейчас с точки зрения медицинской науки, не все можно вычислить. И когда мы говорим о том, что мы хотим использовать новые инструменты, лучше говорить не в терминологии, как бы заменить нас, создать искусственный интеллект, который примет решение, а лучше говорить о некотором дополнении нашего интеллекта техническими средствами. Ну, мы условно это называем экзоинтеллектуальными технологиями, объясняющими результаты, которые мы получаем с помощью компьютеров. То есть нам нужны платформы, которые бы не заменяли врача, ученого, еще кого-то, выдавая результаты, объяснить, которые мы не в состоянии. А именно инструменты, которые позволят нам понять и объяснить полученные результаты. Значит, формальная разница в чем? Мозг и компьютер. Сложность, ассоциативность, а здесь простота и алгоритмичность. Ну, и что очень важно, вот когда мы говорим цифровая онкология, мне это слово немножко коробит. Я хочу специально сказать, что цифровой не значит интеллектуальный, точный и правильный. Значит, вот онкологической науке необходимо углубленное понимание процессов, умение их корректировать, объяснять полученные результаты и прогнозировать последствия, используя для этого различные инструменты, в том числе и компьютерные, технологические вот эти все наши возможности. Ну, вот в этом смысле, значит, наш институт компьютерных науках и технологий, конечно, с большим интересом развивает вот эту проблематику кооперации в области как раз применения компьютерных технологий в такой сфере, как медицина. И, безусловно, важно, чтобы вот в этом процессе мы не использовали, с одной стороны, такую вульгарную интерпретацию, а с другой стороны, ну, слишком не, так сказать, удалялись от тех технологических возможностей, которые открывают перед нами вот то, что мы называем компьютерной технологией. Вот такое вступительное слово я бы сделал. Владимир Сергеевич, спасибо большое. Это вступительное слово, которое еще, знаете, можно осмыслять и осмыслять. Да, но у меня есть вопрос все-таки, да. Все рассказывают про так называемый искусственный интеллект. Это такая популярная штука, хайповая, наверное, даже можно назвать. И до меня, да, и когда многих врачей доходит информация, что искусственный интеллект может сам себя обучать. То есть есть возможность создания какой-то программы, которая занимается самосовершенствованием. Это вот как-то можете прокомментировать? Ну, Владимир Сергеевич, я там упомянул два слова. Обучение и научение, да. Чтобы кого-то обучить, нужно как бы самому понимать, что мы делаем. Поэтому, ну, я немножко как бы вот скептически отношусь к этому. Но я думаю, исчерпывающую информацию Лев Владимирович даст на эту тему. То есть, в принципе, ну, даже если сравнивать наши возможности мозга и, соответственно, возможности современных компьютеров, они несоизмеримы. Поэтому мы научить можем компьютер только тому, чем сами умеем. А некоторые вещи мы не понимаем. Поэтому научить тому, чем мы не понимаем, невозможно. Искусственный интеллект – это один из способов представления машины, ну, так сказать, алгоритмов в специальной такой, ну, так сказать, нотации нейроподобной. Вот. Иллюзий здесь никаких не должно быть. Научить себя он вряд ли может. Так я думаю. Ну, Лев Владимирович может прокомментировать более подробно. Владимир Владимирович, правильно я понимаю, что у искусственного интеллекта есть ограничения. Это технологическое ограничение, то, что возможности компьютера меньше, чем у мозга. Да. И ограничение перехода от логического к ассоциативному. Ну, конечно, да. То есть это самое важное, что мы на сегодняшний день строим наши вычислительные алгоритмы по определенному принципу. Вот машина Тьюринга. А машина Тьюринга имеет фундаментальные ограничения. Существуют неразрешимые задачи. А у нас для нашего интеллекта неразрешимых задач нет. Интеллект, ну, мы там обсуждаем это у нас в среде. Мы говорим, вопрос, что такое интеллект? Это умение не вычислять, а умение строить алгоритмы. Так вот этого на сегодняшний день компьютеры делать не умеют. Строить алгоритмы они не умеют. Они могут реализовывать алгоритмы быстро и эффективно. Спасибо. Ну, у нас в финале запланирована еще дискуссия. Мне кажется, что тогда можно двинуться дальше. Леонид Владимирович. Спасибо, коллеги. Владимир Сергеевич, спасибо. Вы, в общем-то, концептуально всегда все настолько здорово описываете, что даже уже тут и делать нечего. Я все-таки... Так, видно, да? Мой экран? Сейчас, одну секундочку. Я сейчас сделаю, прошу прощения, на полный. Извиняюсь, чтобы было... Сейчас момент. Сейчас, секунду. Ну, я пока тут делаю параллельно, с вашего позволения. Я скажу два слова, пока не начал, по поводу вообще того, той дискуссии, которая началась. Ну, с точки зрения того, что искусственный интеллект не имеет границ, это, конечно, мое убеждение. То есть, на самом деле... Так, я никак не могу тут вставить эту презентацию нормальную. Ну, ладно. Бог с ним. Но она неплохо смотрелась, можно и в том режиме. Да, я просто хотел на полный экран, ну, ладно, ничего страшного. Так пусть будет. И я, конечно, сторонник того, что искусственный интеллект в конечном счете заменит многое и многих. И если говорить, например, о медицине, то я просто приведу некоторые цитаты и известных, в общем-то, людей, например, генетик, известный генетик и кардиолог Эрик Тополь, он сказал, что вообще искусственный интеллект в медицине произведет фундаментальные изменения в ближайшее время. И он спасет жизнь не только пациентов, но и врачей. Ну, вот такое интересное высказывание. При этом, например, глава известного венчурного фонда Синновейшн Венчис, это бывший, так сказать, в прошлом руководитель Google China, то есть, ну, китайского, так сказать, сегмента Google сказал, что в 2020 году, уже в 2020 году здравоохранение начнет сильно меняться под воздействием искусственного интеллекта, хотя на полную интеграцию медицинские процессы потребуются, на самом деле, десятилетия. Но если говорить, например, о том, что будет ли искусственный интеллект самообучаться, ну, уже есть так называемые self-supervised learning, так называемые, если по-английски говорить, то есть самообучающая система. Ну, и такой яркий пример как бы самообучения, это и AlphaGo Zero, помните, да, была AlphaGo разработка компании DeepMind, и потом появилась AlphaGo Zero, которая с нуля сама с собой играя, в общем-то, обучилась. Ну, это попытка так называемого сильного интеллекта или общего интеллекта Artificial General Intelligence, AGI, так называемый, то есть попытка создать этот интеллект. На самом деле, я согласен, сегодня это еще только попытки, но, тем не менее, есть надежда, что это скоро, так сказать, будет развиваться и внедряться. Ну, и сегодня, на самом деле, огромное количество разработок, по крайней мере, я знаю в медицине, связанных и с обработкой изображений, и с обработкой других различных косвенных, например, симптомов, которые характеризуют так или иначе некоторые заболевания, оно идет вовсю, везде, и Россия не исключение, и я могу сказать, буквально, если еще 2-3 года назад это все было на уровне, так сказать, научных результатов, на уровне науки, то сегодня, например, диагностика различных заболеваний по изображениям, там, по компьютерной томографии, по МРТ и так далее, стала уже рутиной в большей степени, то есть технологическим процессом, которым занимаются уже компании непосредственно, где набирают соответствующие датасеты и улучшают и улучшают постепенно инструменты, и, например, у нас есть компания Interlogic в России, которая выпустила инструмент Botkin AI, в общем-то, на сегодняшний день один из лучших инструментов, хотя еще пару лет назад об этом ничего не было слышно, и это просто, это нормальный процесс, когда наука переходит постепенно из научных лабораторий, из университетов, она переходит уже в компании, где больше ресурсов, где, соответственно, больше людей и где есть возможности создать что-то именно технологическое и массовое. Конечно, в университетах это затруднительно и мы в университетах в основном создаем пробные какие-то элементы того же искусственного интеллекта, если так громко говорить, да, вообще это слово в большей степени на сегодняшний день маркетинговое с моей точки зрения и это просто машинное обучение, потому что искусственный интеллект это очень широкое понятие и до него еще на самом деле далеко. Ну и следует отметить, что, конечно, сегодня развитие методов моделей машинного обучения или искусственного интеллекта, да, более, так сказать, таком представлении точным, это действительно процесс удивительно быстрый и все более точные характеристики получаются, более точная классификация диагноза, если говорить о медицине, получается в результате функционирования этих систем, использования этих систем для самых различных заболеваний. но есть одна проблема, которая, в общем-то, в которую уперлась развитие, интенсивное развитие интеллектуальных систем, это так называемый объяснительный интеллект. Что это означает? Ну, я приведу вот следующий пример. У нас есть некоторая система машинного обучения, да, или искусственного интеллекта, условно говоря, нейронная сеть, которая выдает результат по анализу, например, картинки, что это кошка с вероятностью или кот с вероятностью 0,98. И все бы это хорошо, но тут присутствуют, конечно, врачи, которые скажут, что их не удовлетворяет этот результат, потому что они не полностью доверяют. Вот эта нейронная сеть, это вообще черный ящик, это закрытая система, это система, которая, по сути дела, функционирует неизвестно как. Может, она выдает этот результат с ошибкой, тем более, что вероятность 0,98 это, опять же, это цифра, которую выдает та же самая система. Поэтому, первое, отсутствует доверие к использованию такой системы, непонимание, почему такой результат получился и так далее. Конечно, необходимо, так сказать, объяснение в этой ситуации, то есть, необходимо интерпретация этих результатов, и в данном случае, конечно, хотелось бы видеть объяснение в следующем виде, и чтобы модель выдавала следующий результат. Модель предсказывает, что это код с вероятностью, так как у него есть шерсть, усы специфические, когти там, и уши определенной формы. Вот это, так сказать, объяснение, которое на сегодняшний день стало одним из таких камней преткновения, и это горячая тема, в общем-то, вообще в теории искусственного интеллекта, в теории машинного обучения, очень интересная тема, и, естественно, так как она горячая, то развивается огромное количество методов, и мы, Владимир Сергеевич, включая, в нашей лаборатории, у нас лаборатория нейросетевых технологий искусственного интеллекта, куда входит как раз вот я, и Владимир Сергеевич, и еще там ряд аспирантов, и специалистов, как раз одно из направлений, которым мы занимаемся, это как раз объяснительный интеллект. Если говорить, например, о интеллектуальной системе, там, диагностике, условно говоря, рака легкого, опять же, здесь тоже нужен объяснительный интеллект, в каком смысле, опять, это система для врача, черный ящик, это злокачественное, и когда она выдает злокачественное образование, конечно, можно более детально посмотреть снимки, там, компьютерной томографии, или еще чего-то, да, анализы, и увидеть, что, да, действительно, это рак легких. Но, конечно, хотелось бы иметь еще и специальную подсистему или модель объяснения, которая бы не просто выдавала, а вот, смотрите, вот такие-то элементы на снимках компьютерной томографии говорят о том, что рак легких, да, это здорово, но хотелось бы еще, и чтобы это было натурально в виде фраз естественного языка, таких, как, например, форма овальная, структура сплошная и так далее, ну, здесь врачи сидят, я не хочу влезать сильно в эту область, потому что являюсь в большей степени дилетантом. Поэтому, вот, такие системы объяснительного интеллекта, они являются, естественно, как бы, вот, необходимой частью, особенно в таких областях, как медицина, в критических областях, где действительно решение, которое принимается в результате использования системы искусственного интеллекта, оно, в общем-то, критично и оно очень ответственно. Ну, и вот эта известная картинка, я, правда, ее чуть-чуть перерисовал, картинка компании DARPA, американской компании, такой полусекретной, полувоенной, которая как раз инициировала вообще понятие объяснительного интеллекта, потому что многие проблемы, особенно связанные там в военной области, они, где используется искусственный интеллект, они требовали объяснения тех результатов, которые выдает система. И, естественно, создание дополнительных моделей объяснения, это еще дополнительные, так сказать, дополнительные вложения, дополнительные сложности, но, тем не менее, они являются необходимыми для того, чтобы система полностью удовлетворяла пользователя и была, так сказать, понятна, что она работает и вызывала, соответственно, доверие. И здесь, конечно, существует в настоящее время целая классификация различных способов объяснения, это и прозрачность системы, опять же, черный ящик, это такое понятие, которое говорит о том, что мы знаем только что на входе, там, условно говоря, компьютерная томография пациента, мы знаем, что на выходе результат, там, например, аденокарцинома или еще что-то, но мы больше ничего не знаем, как это получено, мы не знаем. И вот одно из направлений, так сказать, объяснительного интеллекта, это обеспечить прозрачность, трансперенции вот этого черного ящика. Также существуют еще два понятия интерпретации и объяснения, которые, в общем-то, многие авторы даже их оточисляют, но на самом деле интерпретация это больше для разработчиков как бы систем, когда и интерпретация затрагивает так называемые, ну, скажем так, элементы или признаки по-английски features, это вот терминология машинного обучения, признаки некоторых данных. А вот объяснение explainability это то, когда у нас не просто система показывает, какие признаки или какие элементы исходных данных или входных данных у нас отвечают за то или иное решение, за тот или иной диагноз, но и также показывают с точки зрения участия человека, как вот так объяснить, чтобы пользователь, человек понимал, что система собственно сделала и почему она выдала такой результат. Ну и опять же забегая тоже вперед, я не знаю, может это уже не интересно, существует целый ряд методов интерпретации или объяснения, это так называемые пост-хок объяснения, это когда у нас объяснение, когда мы уже обучили основную модель и на самом деле для пользователей таких как медицина это действительно все системы являются пост-хок системой искусственного интеллекта, потому что они уже обучены, они предоставлены врачу и он использует уже готовый результат, хотя в принципе можно еще их и дообучать. И это так называемые агностические модели, когда мы не знаем, что они из себя представляют, только есть вход и выход, фактически это черный ящик, даже хуже черного ящика, и есть также локальное и глобальное объяснение, глобальное, когда мы объясняем, ну грубо говоря, целую группу пациентов, а локальное, когда объясняем результаты одного пациента, конечно, для медицины характерно в большей степени локально, потому что естественно средняя температура по больнице никого не интересует, интересует в большей степени причины или объяснения диагноза конкретного пациента, по которому получены характеристики. Вот это основные направления, которые я хотел затронуть в области объяснительного интеллекта. Естественно, это сейчас безумно быстро развивающаяся область, просто если посмотреть публикации, которые появляются каждый день в сети, то можно увидеть там, ну скажем так, из 100 публикаций в области искусственного интеллекта порядка 20% сегодня посвящены методам объяснительного интеллекта и интерпретации результатов. Это именно связано с тем, насколько это важная тема. Ну я не буду углубляться, так сказать, в математику этого дела, я считаю, что это не так интересно, но в целом вот как бы те элементы, которые очень кратко, очень поверхностно вообще рассмотрены, рассматриваются в моделях искусственного интеллекта, как объяснительный элемент, я попытался затронуть и показать. Спасибо за внимание, если есть вопросы, я готов ответить. Владимир Владимирович, спасибо большое, тут интересно, у нас есть возможность параллельно слушать вас и немножко говорить друг с другом, так вот, вы говорите, что 20% публикаций посвящены, то, что посвящено искусственному интеллекту, они по объяснительному интеллекту, мы вроде как считаем, но мы от вас услышали впервые, по меньшей мере, в такой формулировке. И, конечно, как врачам нам хочется понять на примерах, да, вот вы упомянули проект Боткин АИ, причем у нас сегодня на связи Анастасия Азатова, это проект выходец как раз с Грандсфабсом, там получил, насколько я понимаю, первый такой толчок к развитию. А вот если по вашей классификации Боткин, это что, пост-хок или нет? Да, конечно, безусловно, пост-хок, конечно. Ну, опять же, смотря с точки зрения какого пользователя рассматривать, если с точки зрения проектировщика из Боткина АИ, например, из Интерлоджик, да, то это не пост-хок, соответственно, это система, которая обучается в данный момент, развивается постоянно и так далее, да, если рассматривать одну из их систем как раз. А с точки зрения пользователя, врача, конечно, это пост-хок, это черный ящик, это агностическая модель, собственно говоря, то, что я перечислил. Но объяснительного интеллекта там нету, то есть нет возможности, например, к существующему проекту обратиться, чтобы он распечатал там, что вот почему он принял такое решение. Ну, насколько я знаю, сегодня такого там нет. Это надо создавать отдельную подсистему, которая будет принимать решение, это не так-то просто. На самом деле, я могу сказать, что на сегодняшний день вообще таких систем в медицине практически нет, в основном теоретические разработки, что с нашей точки зрения это приятно, потому что есть где приложить руки, как говорится, и голову. Но мне кажется, что реализация всех этих вещей в медицине это, ну, скажем так, может быть, следующий год. Я, конечно, могу ошибаться, я, так сказать, не все знаю, естественно, и компании многие вещи не раскрывают, возможно, уже есть что-то, но то, что я, по крайней мере, знаю и представляю из литературы, из публикаций, то это действительно сложные вещи, особенно, если это связано, например, не только с просто обработкой изображения, например, с анализом выживаемости, да, ну, вот, например, насколько я знаю, врачи там строят кривые функции выживаемости в виде Каплана Мейера, да, на самом деле здесь анализ выживаемости это один из таких, ну, скажем так, критических, ну, решающих, crucial по-английски, да, я не знаю, как лучше даже сказать, важнейших элементов в медицинских системах, в разработке вот системы искусственного интеллекта, в медицине, и на сегодняшний день я могу сказать, что практически нет публикаций по объяснительному интеллекту именно анализа вот результата выживаемости, когда, например, говорится, что среднее время там до ремиссии, да, или там функция распределения вероятности времени до ремиссии, или еще какого времени до интересующего нас события, она вот такого вида у этого пациента. Почему? Почему система выдала такой результат? Это вот действительно, это один из сложнейших вопросов. Описание в терминах языка нормального, это тоже большая проблема, потому что здесь сталкиваются как бы и должны соединяться целые совершенно различные сложнейшие подсистемы машинного обучения. Это так называемые, например, обычные нейронные, условно там сверточные нейронные сети и LSTM так называемые, то есть обработчики фактически сети, которые занимаются обработкой языка. Это тоже еще одна из проблем, которая в общем-то требует действительно сложности. И по большому счету система объяснения зачастую сопоставимы по сложности с самими системами, которые используются для диагностики, с самими системами искусственного интеллекта, которые используются для диагностики. Поэтому это такая вот область, в которой еще методы это не все далеко разработаны и по правде говоря, на начальной стадии. А те методы эффективные, которые есть, они с теми размерностями задач, а именно размерность, ну, представьте, КТ, да, это трехмерное изображение, у которого там десятки тысяч вокселей, да, грубо говоря, если не сотни тысяч вокселей, в зависимости от разрешения, и например, известный такой метод, основанный на числах Шепли, Шепли это вот Нобелевский Вариат, да, там на играх метод ШАП, так называемый, один из самых таких известных методов, он с такими просто изображениями не сможет работать, так как нужно было там месяцами вычислять, только квантовые компьютеры, которых еще нет, практически смогут это делать когда-то, поэтому здесь мы сталкиваемся даже просто с фундаментальными некоторыми проблемами, которые еще не решены, это здорово, это радует. Далее Владимирович, я так понимаю, что еще помимо прочего есть еще терминологические какие-то различия, вы когда объясняли про проекты, про взгляд на проект существующий, что с точки зрения врачей, это может быть такая система, да, костная, допустим, она там уже загружена, и все, что дает, это дает, а с точки зрения разработчиков, она оказывается обучаема, и где вот здесь найти какой-то общий язык, потому что когда к нам приходят стартапы, они говорят, что это самообучающая система, что она там гораздо, у нас на прошлом вебинаре был такой стартап, мы все обсуждали, и, к сожалению, нам не дали потестировать эту систему, но, тем не менее, обсуждение звучало. Ну, мое мнение такое, я, конечно, не знаю, вот слова самообучающие системы, это опять же, как искусственный интеллект, это в некоторой степени маркетинговые слова. На самом деле, есть, я говорил, раздел самообучающая система, self-supervised learning, так называемая, но, ну, поверьте, это тоже на таком сейчас уровне еще зачаточном, точнее, просто люди зачастую с точки зрения маркетинга для красоты слов называют это самообучающая система, а на самом деле самообучение это просто тогда, когда, представьте, ребенок родился, вы ему показываете кошек и собак, но не говорите, что это кошка или где собака, и потом вы просите его там показать, показываете ему кошку и спрашиваете, а что это? И вот он должен сказать, что это кошка, при этом не зная, что это кошка, понимаете, да? И другое дело, вот это самообучающая система, по сути дела, он не знает, что это кошка, и он вам не скажет это, А если вы будете ему показывать, говорить, вот это, собственно говоря, кошка, а это собака, давать метки, так сказать, объектам, то, показав там тигра, он скажет, ой, вот это большая кошка полосатая, да, условно говоря. Но если их названий нет, то ребенок ничего не скажет, то же самое искусственный интеллект, то есть он сможет как-то там разделить, может быть, объекты, но еще раз хочу сказать, что использование слова самообучающей системы на сегодняшний день это в большей степени маркетинговый ход, хороший маркетинговый ход, потому что на людей, которые не, так сказать, не настолько глубоки, скажем так, в детальных искусственного интеллекта, машинного обучения, для них это слово действует магически, да, так же, как искусственный интеллект, вот, в хорошем смысле. Нет, это не в плохом смысле, это в хорошем смысле, но с моей точки зрения говорить о применении самообучающих систем в медицине, ну, говорить о просто обученных системах, уже обученных системах в медицине еще, так сказать, рановато, да, относительно, а уж говорить о самообучении, ну, это совсем как бы блеф. Ну, не блеф, а, скажем так, это далекое будущее. Ну, представьте, когда система будет сама обучаться на пациентах, при этом не зная, болеет этот пациент или нет. Вот я привел пример, что такое самообучение, как термин в искусственном интеллекте. Вот, если врач будет указывать, что вот этот, например, пациент, у него там такой-то рак, у этого там такой-то, а у этого ничего нет, вот тогда, но это уже не самообучение, это уже просто обучающая система обычно, и никакого самообучения здесь нет. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. К нам присоединился Лев Николаевич Шевкунов, заведующий отделения лучевой диагностики, у него как раз вопрос есть. Может быть, не поделался, задаю этот вопрос, а вот не подскажете, я понимаю, медицинские изображения, да, ну, и создание программ, да, интерпретирующих их, находится еще в самом начальном этапе, да, они, наверное, ну, достаточно сложные для интерпретации. А у нас есть ЭКГ, да, там, ну, по большому счету, это график с некими интервалами. И закономерности, ну, как бы, интерпретации ЭКГ, они еще там 70-х годов известны. А почему до сих пор все это делают еще люди? Потому что, ну, как бы, неинтересно программистам создавать программы, которые будут интерпретировать ЭКГ? Или же тут какая-то другая причина? Спасибо. Так, понимаете, опять же, все наталкивается, так сказать, на два фактора, ну, с моей точки зрения. Первый фактор заключается в том, что действительно на сегодняшний день, я могу утверждать, нет хороших методов объяснительного интеллекта. Ну, то есть для разных датасетов, ну, вообще есть понятие, есть известная теорема, нет бесплатных обедов, да, но фриланч теорема известна, которая гласит о том, что нет универсальных средств искусственного интеллекта для любых датасетов, для любых приложений. И то, что мы говорим о интерпретации, то же самое. На самом деле, вот все методы объяснения, интерпретации результатов, они достаточно еще вот на относительно начальном периоде. Это первая проблема. А вторая проблема, это, конечно, финансирование, понимаете, очень сложно всегда получить финансирование, которое бы позволило разрабатывать нормальные, так сказать, средства в области медицины. Ну, это вот мое наблюдение исключительно. А раз, ведь понимаете, создание средств, это, ну, скажем так, один-два профессионала в области, три профессионала в области машинного обучения искусственного интеллекта, еще целый штат нормальных программистов, которые будут это реализовывать, отлаживать там, сидеть там с утра до вечера. Сегодня на рынке программист стоит, ну, самый такой базовый, это 200-250 тысяч. Это вот просто вот наш политеховский выпускник идет в компанию. Поэтому убедить здесь, например, ребят, работать на деньги гранта, там, на 60 тысяч в месяц даже этот, да, на 70 тысяч в месяц, это проблематично. Вот поэтому в компаниях это легче, это с моей точки зрения. Поэтому в компаниях идет, как бы, больший такой интенсив сегодня, именно в технологической области. Но, опять же, у них есть проблема с учеными, ну, опять же, не у всех, наверное, ну, где-то это есть, где-то нет, которые бы разрабатывали именно новые методы, которые подходили. То, что вы говорите о ЭКГ, да, я даже видел статьи по объяснительному интеллекту, связанные именно с ЭКГ. Я собираю все статьи по объяснительному интеллекту, по разделам, у меня уже их сотни, тысячи, там, я не знаю. И вот раздел медицины, в частности, там, ну, порядка, я не знаю, 30-40 статей со всего, так сказать, последних пару лет. И там есть объяснительный интеллект ЭКГ. Но просто вон еще, во-первых, ну, люди пишут то, что думают, да, чуть-чуть сделали что-то и предложили. Насколько это все работоспособно, никто не знает. Поэтому до реализации программной уже непосредственно и внедрения, ну, дело не доходит. Ну, и, кстати, третья проблема с медициной – это внедрение, когда действительно лицензирование таких программных продуктов – это очень сложный процесс. Я знаю примеры, опять же, московские примеры. Некто там Гусев такой парень, директор компании, я не помню, как называется. Он, ему удалось получить лицензию на, ну, достаточно несложную систему искусственного интеллекта. Это был первый случай. Вот он сейчас как бы звезда интернета, по сути дела, в этом направлении. Благодаря вот этому он прошел все огонь, воду и медные трубы, как говорят, да, Минздрава там и так далее. Еще каких-то, так сказать, структур и учреждений. И получил эту лицензию. Я не знаю точно детали этой системы. Она не связана с обработкой изображений, а что-то такое, ну, тоже связано с диагностикой, но по обычным характеристикам, скажем так, цифровым каким-то. Это вот основные проблемы развития этого направления у нас, по крайней мере. Ну, я думаю, это везде так. Это могут себе позволить там сильные компании, какие-то страховые, может быть, компании этим заниматься. У нас этого еще в явном виде нет, к сожалению. Я прошу прощения за такую длинную речь. Спасибо, Лев Владимирович. Константин Верич, вопрос. Лев Владимирович, мы безумно рады вас видеть. И я вас, кстати, еще лет не видел. И зная о ваших работах в области обработки снимков компьютерных при раке легкого, не могли бы вы проиллюстрировать результаты, показать нам, как практическим врачам, вот именно ваши результаты, я знаю, что они блестящие. Вот, если сейчас вы можете пару картинок показать, чтобы мы имели представление визуально. Ой, я так, сейчас, вы так сразу резко, вы бы хотя бы предупредили. Я надеялся, что вы покажете нам изображение. Ну, я сейчас попробую, сейчас одну секунду, я попробую найти что-то быстро. Так. Может быть, пока Лев Владимирович ищет, я там переключу, так сказать, внимание на себя. Я, сейчас, Владимир Сергеевич, я прошу прощения, мне единственное, через пять минут нужно к Боровкову бежать на совещание, через шесть. Сейчас я попробую быстро показать с вашего разрешения. Если я сейчас найду, еще, да, не домашний компьютер, это хуже нет. Сейчас, одну секунду. Так, а экран у меня расшарен, да? Или нет? Экран сейчас у вас пока не расшарен. А, ага, хорошо. Это я на всякий случай. Так. Сейчас, 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 сейчас. Так. Сейчас. Черт. Так, сейчас, одну секунду. Я извиняюсь, что держу, просто неожиданный вопрос был, поэтому я не сразу могу это все дело отыскать. Вот. Я просто какую-то сейчас презентацию найду. Так, это у меня, так, цифровые технологии. Так, ну, пока вы ищете, я тоже задам пока вопрос, который у нас пришел от зрителей. Пишет доктор эндоскопист, что в эндоскопии уже существуют коммерческие системы распознавания, распознавания, да, эпителиальных неоплазий. Ну, вот. Ну, это, это к дополнению к тому, что, видимо, помимо Боткина и... Мы не спорим, да, что есть уже системы какие-то. Тут, собственно говоря, вопрос о том, что, чем они, и как они работают, и насколько великий опыт. Я вот, например, хотел тоже вам задать вопрос, Лев Владимирович, это на предмет регистрационных требований к тем изделиям, которые помогают врачам. В этот год у нас стал таким, скажем, значимым, как раз разработаны стандарты, внедрены ГОСТы о том, что можно регистрировать и что может получить регистрационное удостоверение, как медицинское изделие. Так вот, я так понимаю, что вот этот объяснительный интеллект пока еще не является требованием регулятора, то есть можно регистрировать сейчас медицинское изделие, которое просто выдает результат. В нем какой-то зашит алгоритм, не очень может быть понятный, но тем не менее, вроде как достоверный результат дает, но и хорошо, получи там свою РУ. Если будет дальше ужесточаться, то, видимо, тогда разработчики должны будут доказывать именно с помощью объяснительного интеллекта, как качество и достоверность тех данных, которые предоставляются. Это, видимо, так, да? Ну, в принципе, да. Пока это в таком именно виде. Я прошу прощения, сейчас вот несколько слов. Я по вопросу Константину Юрьевичу. Значит, вот, ну, у нас Владимир Сергеевич может потом подробнее расскажет как-то. У нас четыре основных направления, ну, развивались и продолжают развиваться. Это диагностика рака легкого, ну, плюс еще мы сейчас и гистологией тоже занялись активно, различные методы автоматизации, разметки гистологических исследований. Тоже интересное направление. И дальше анализ выживаемости и конкурирующих рисков. Это вот реализация, как бы, концепции персонализированной медицины. И анализ эффекта воздействия, тритмит-эффект. Это когда у нас есть группа пациентов, и мы решаем задачу, опять же, по их характеристикам, будет ли данное лекарство действовать или нет. И разработка, естественно, методов объяснительного интеллекта и интерпретации результатов. Ну, то, что было, вот у нас получены различные два патента, в частности, на диагностику рака легкого, и где был предложен новый способ представления сегментированных новообразований при помощи гистограмм. Вот Владимир Сергеевич тут один из участников этого как раз. И когда мы уменьшали размерность, ну, любое вот эти, как бы, вырезанные подозрительные новообразования из снимков КТ, это, в общем-то, кусочки, которые имеют очень большую размерность, чтобы ее уменьшить, чтобы упростить классификацию этих новообразований, было предложено вот такое использование различных методов понижения размерности при помощи гистограмма. Метод ХОРД, в частности, метод ХОРД внутри, метод ХОРД снаружи и так далее. То есть и учет плотностей, радиоплотностей, соответственно. И вот одно и то же образование было представлено в виде вот четырех, ну, там, на самом деле, пяти гистограмм. Я просто пятого не показываю, она такая, не настолько красива. И оказывается, что для, например, эти гистограммы отличаются существенно для рака и для, ну, скажем, не рака, а для злокачественной опухоли и доброкачественной. Более того, они существенно отличаются для различных типов, для, так сказать, дифференциальной диагностики. Вот. И нами было создано, соответственно, трехканально, почему-то у меня здесь не крутится эти сегменты. Должен крутиться, но почему-то не крутится. Вот. Сейчас я одну секунду попробую. Так, с текущего слайда. Вот, значит, разработанная, вот сегментирована картинка, когда у нас сегментация идет, автоматическая сегментация выделения вот при помощи нейронной тоже сложной сети выделения новообразований, соответственно, и дальше эти новообразования классифицируются с точки зрения, ну, чтобы удалить там, нужно положительное максимальное количество случаев, ну, и определить там, выявить истинно положительное, да, нехорошие случаи. И вот у нас предложена была трехканальная система обработки, два канала для обработки, соответственно, гистограмм, и один канал для обработки непосредственно трехмерных уже вырезанных кусочков, ну, детектированных кусочков, которые вот здесь показаны, вот детекция их в виде вот таких ограничивающих рамок. Вот каждая ограничивающая рамка, это вот создается здесь в базе данных вот этих объектов. И дальше мы использовали различные варианты, так называемые сиамские сети нейронные, которые позволяют не просто нам классифицировать эти объекты, а сравнивать их. И это позволяет также существенно уменьшить используемый объем обучающего множества, обучающих датасетов. Вот такая тоже новая абсолютно, так сказать, идеология, новая структура, архитектура нашей системы. В рамках этого было получено куча публикаций, я здесь не представляю. Я здесь также вот анализ выживаемости, эту схему тоже опубликовали в таком известном журнале, как Artificial Intelligence in Medicine, один из топовых журналов. Вот он, этот журнал. Ой, извините, вот этот журнал как раз показан. Да что ж такое. Который в прошлом году, который как раз описывает систему объяснения на естественном языке. Я здесь ее не показываю, но вот она заложена здесь для диагностики рака легкого. Вот. Коллеги, я извиняюсь, прошу прощения. Мне просто, у меня еще одно совещание у проректора, и я не могу его пропустить. Мне надо еще в другой корпус бежать. Перед тем, как вас отпустить, дайте нам систему вашу тоже как-то для тестирования. У нас сидят очень пытливые, опытные врачи, которые с радостью дадут свое доброе, но правдивое заключение. Хорошо, договорились. Мы вас отпускаем, и с большой благодарностью. Спасибо огромное. Спасибо большое, я был рад очень участвовать. Константин Юрьевич, спасибо вам за приглашение. Все-таки мне очень приятно. Все, я извиняюсь, я побежал. Прошу прощения. У нас есть уникальная возможность сейчас от теории перейти к практике. У нас на связи врач Никитин Олег Игоревич, который сегодня выступает как генеральный директор инновационного проекта. Олег Игоревич, вы нас слышите? Так, не слышим. Видите, видим, но не слышим пока. А сейчас? Да, сейчас слышно. Я предлагаю сейчас от теоретических аспектов перейти к вашему проекту. Мы уже знаем все, какие нужно задавать вопросы, поэтому держитесь, рассказывайте нам. Хорошо, ну смотрите, у меня проект, действительно такое уже выступление практическое, проект у меня связан с гистопатоморфологией. Я хочу сейчас разделить, наверное, мое выступление на две части. То есть первое я немножко так расскажу о нем, а второе я его покажу непосредственно через демонстрацию экрана. То есть наши интерфейсы, разрабатываемые, начнем с презентации. Сейчас, секундочку. Демонстрацию экрана. Ясное использование. Так, презентацию видно? Так, ну, компания у меня называется АНТЭ. Official Networks and Technologies. Название выбирал не я, выбирал инвестор, так что не критикуйте, если что. Так, ну ни для кого не секрет, что с патоморфологией в нашей стране не все все-таки в порядке. У нас в стране много замечательных патоморфологов, замечательных специалистов. Однако есть некоторые проблемы, связанные с системой самого здравоохранения. То есть недоукомплектованность штата, наличие ошибок в диагностике. И, как следствие, наверное, медленное прохождение самих гистологических кейсов, случаев через многие клиники. То есть когда пациент довольно долго ждет получения своего диагноза. Это часто, это бывают люди, у которых этот процесс, в общем-то, такой неприятный, потому что они не знают, какой там онкология или не онкология. И нашей задачей здесь было попытаться создать некую такую систему, которая помогла бы как-то ускорить этот процесс, стоматизировать количество ошибок и ранжировать, соответственно, случаи в порядке именно срочности. То есть какие случаи надо смотреть в первую очередь, какие можно посмотреть чуть попозже. То есть те случаи, где как раз у пациентов имеется достоверно, с более высокой вероятностью, да, какое-то онкологическое поражение, вот, их смотреть в первую очередь. Те случаи, где таких поражений, такие поражения с меньшей вероятностью присутствуют, их смотреть чуть попозже. То есть то, что называется триаж. Нашей задачей было создать не просто какую-то систему искусственного интеллекта. Мы хотели создать, во-первых, такую систему, которая могла бы быть некой такой телемедицинской платформой, то есть могла бы быть системой, где можно врачам совместно просматривать цифровые, да, снимки гистологических препаратов, вот, как-то их обсуждать, консультировать и заодно пользоваться какой-то некой аналитикой. В том числе в этот самый аналитический аппарат должны были быть как раз интегрированы какие-то алгоритмы искусственного интеллекта. Вот, поэтому мы сначала сделали такой замечательный просмотрщик, то есть некое наше собственное решение, которое позволяет просматривать препараты, сканы, соответственно, биоптатов, полученных при помощи гистосканера, вот, и для разработки именно системы искусственного интеллекта интегрировать туда возможности удобной разметки, то есть обведения каких-то зон теми людьми, которые занимаются подготовкой, да, обучающей выборки, вот, создание там нескольких классов, лейблов, вот, ну, благодаря тому, что вы можете разным цветом ввести разные зоны и, соответственно, задать им какие-то определенные значения. То есть, допустим, это у вас там аденокарцинома, допустим, в другом случае это у вас аденома какого-то там степени грейда, да, вот, в третьем там у вас, допустим, просто стромальная ткань, вот, а в четвертом у вас просто белый фон, да, препарат, да, то есть это тоже нужно, потому что у нас алгоритм будет просматривать весь препарат, соответственно, нужно, чтобы он не пугался, да, там, строма, не пугался артефактов, не пугался белого экрана и был способен с этим работать. Вот, ну, это вот пример экрана, я еще покажу этот вьювер, покажу его, там, интерфейс, дело, что у нас он еще в процессе разработки, то есть мы уже консультируемся с врачами, добавляем туда какие-то вещи, то есть мы планируем туда добавить больше каких-то возможностей для морфометрии, для какого-то удобной навигации по препарату, вот, но уже кое-что есть. Вот, проблема в чем еще? Состоит в том, что получаемые вот эти снимки гистологические с помощью гистосканера, да, это, по сути, огромные гигапиксельные изображения, то есть у вас часто изображение весит несколько гигабайт, и оно, как правило, на компьютерах, ну, там, 99% компьютеров, оно не может быть открыто одновременно, потому что иначе у вас просто перегрузится оперативка, перегрузится видеокарта, и ничего хорошего зато не будет. Поэтому изображение открывается фактически частично всегда, то есть вы наводитесь на какую-то зону, вот, и она на этот момент подгружается. То есть, наверное, те люди, которые как раз в цифровой гистологии какой-то имели опыт работы, они замечали, да, что сначала там у вас загружается вот одно такое большое изображение, некоторого малого масштаба, потом, когда вы хотите масштаб изменить, то есть приблизиться, у вас сначала там все так пиксельно, квадратиками замыливается, и потом подгружается какая-то часть. Именно поэтому, например, довольно непросто создать такую штуку, которая позволяла бы вам там легко обводить какие-то большие зоны в таких препаратах, потому что вам нужно вот эту вот маску, которую вы наводите, разместить непосредственно на, по сути, серию таких маленьких изображений, которые еще уложены в пирамидальный формат, и они должны, компьютер должен как-то это все понять, как эта маска соотносится с изображением. То есть это все представляет такую довольно нетривиальную задачу. Вот. Ну, здесь вот пример экрана нашего вьювера. Я дальше покажу непосредственно в деле, как это все работает. Вот. Это как раз следующий слайд, где мы показываем пример работы как раз маски, которые накладывает искусственный интеллект. Мы сейчас сосредоточены на разработке решения для как раз триажа аденокарцинома толстого кишечника, вот, и аденоматозных тоже состояний. Ну, инвестор у нас хотел как раз, чтобы мы сосредоточены на толстом кишечнике, поэтому мы вот занимаемся толстым кишечником. Хотя планируем там расширить выборку для еще некоторых нозологий, не только связанных с толстой кишкой. Вот. Здесь у нас пока маски такие немножко еще грубоватые. Мы планируем как раз перейти на разметки в виде хитмапов, то есть как раз когда у нас показывается некое такое обобщение для зоны. Ну, например, есть такой стартап израильский, называется IBEX. Может быть, кто-то слышал о таких ребят. Вот. Они сейчас там активно тоже в Америке работают. Они занимаются простатой. Вот. Они как раз тоже реализуют решение в виде хитмапов. То есть когда там создается такая зона из серии горячая, менее горячая, еще менее горячая и холодная. То есть когда у нас, допустим, самые злокачественные зоны, они должны попадать в зону горячего. То есть фактически это у нас некая вероятность на карте, которая показывает именно вероятность отнесения конкретного участка изображения к раку. Ну, или, допустим, там к какой-нибудь аденоме, да, потому что можно выбрать, да, допустим, на что вы смотрите, да, изображение. То есть вы можете смотреть на онкологию, можете смотреть на что-то другое. Вот здесь вот пример, например, о разметке как раз доброкачественной зоны толстого кишечника. То есть здесь вот видна ожерельстая ткань. Вот она не является аденокарциномой, поэтому здесь помечены зеленые. Вот здесь у нас пример как раз анализа лимфоузла, забранного тоже у пациента, у которого, по-моему, там была вторая стадия аденокарциномы кишечника. Вот, ну, здесь как раз достоверно метастазы обнаружены не были. Вот, тоже было проверено у нас докторами. Здесь у нас слайд, который показывает уже пример архивации этих вот случаев. Вот, сейчас я тоже все это покажу более подробно. Ну, это здесь немножко про нас. Ну, Артем знает. Встречался. Так, сейчас я покажу. Сейчас демонстрацию переключу. Пока ищите, мы вот тут уже все-таки сорвемся с цепи, потому что нам хочется задать вопросы, да? Или нет еще, еще рано. Ну, давайте сейчас я систему покажу быстренько. Сейчас видите? Да. Да, здесь вот, соответственно, у нас окно личного кабинета, то есть доктор может зайти в свой аккаунт и получить доступ к просмотру каких-то случаев. Вот, и работы с гистологическим этим препаратом. Вот, здесь он может, например, подгрузить какой-то случай, засунув его в какую-то определенную группу. А дальше вот он может работать непосредственно с препаратами. Вот видите, окошечко. Можно навестись. И самое важное, можно порисовать. Здесь вы можете выбрать, допустим, цвет. Умоложение маски. И какую-нибудь зону обвести. Например, видите? Костюм сейчас так рисуем. Вот, потом вы можете выбрать там другой цвет. И тоже что-нибудь нарисовать. Ну, предположим, да, какие-то зоны. Можете закрасить. Вот, вы можете, конечно же, изменить размер. Ну, допустим, нужно сделать очень тонкую какую-нибудь разметку. Какую-нибудь небольшую зону. Ну, положим, что-нибудь. Сейчас, я дам другую какую-нибудь связку. Покажу. Ну, вот, допустим, такая маленькая у нас штучка. И вы здесь. Вам нужно, например, обвести вот эту вот железу. И вот так вот берете и обводите. Для чего все это нужно? Для того, чтобы в какие-то довольно были менее удобные сроки можно было подготовить обучающую выборку, да, для решения какой-то вашей задачи. То есть сейчас вы нам рассказываете о том, как вы формируете данные для обучения вашей системы, правильно? Я понял. Вот у нас тут, ну, как я уже говорил, когда предыдущий оратор был, у нас тут мы слушаем и возмущаемся, думаем. Если вот так вот диагностировать, все это обводить, так это же гораздо дольше. То есть этого нам показывает, что у вас есть какой-то гистологический материал, у вас компетентный гистолог. Вот так вот создают такие образцы. Хорошо, тогда дальше показывайте нам. Что у вас в итоге? Ну, с обучающим алгоритмом нам понятно, что вы создали библиотеку, там, наформировали каких-то образцов, потом вы пропускаете через фильтр какой-то оптимизации изображения, делаете из сложного простоя, это нам ясно. А дальше-то в итоге, так чего сейчас-то работает? Или у вас еще пока в процессе разработки? В процессе разработки, но уже кое-что работает. То есть вот есть несколько как раз примеров. Вот, например, лимфоузел. Все видят лимфоузел? Да, у нас просто время подходит к концу. Нам надо, чтобы вы уложились в последние 3 минуты, чтобы у нас была дискуссия, вам вопросы задать и была возможность. Ну вот, смотрите, вот, допустим, лимфоузел. Здесь у нас такое тройное изображение. То есть первая часть – это изображение без ничего. Вот второе – это разметка. Третье – это, соответственно, совмещение разметки с самим лимфоузлом. Ну и вот здесь вы можете, допустим, навестись. Ты увидишь, что в основном она покрыта такими зелеными как разонами, которые характеризуются, что здесь у нас экологическая ткань не обнаружена. Окей, то есть я так понимаю, что в целом сейчас все системы, которые основаны… У вас эта система планирует применение искусственного интеллекта, верно? Она на этом или нет? Ну, искусственный интеллект плюс телемедицина. То есть она подразумевает то, что врачам будет удобно как раз работать с препаратами гистологическими. То есть просматривать их в нашей системе и, соответственно, обмениваться каким-то своим мнением друг с другом. Хорошо. То есть они вместе досмотрели. Я прошу прощения, перебиваю, просто потому что у нас немножко по времени, тут уже мы через 10 минут даже закончили. Ну вот, более интересный случай. Рак сигмали на кишке был у пациента. Соответственно, взят тоже был материал операционный после проведения, там, по-моему, была резекция сигмали на кишке, там с удалением опухоли, там с удалением частичного мочевого пузыря у пациента, прорастание. Вот. И вот тоже образец ткани. То есть здесь вот, например, вы видите как раз нормальная ткань относительно. Вот. А здесь внизу сейчас будет ненормальная ткань. Опять-таки гистолог, я думаю, здесь присутствует, обратит внимание, да, вот. То есть здесь участки как раз и анокарциномы и high-grade дисплазии. Коллега Юрьевич, я тогда предлагаю, все, вы показали. Хорошо, переступаем к обсуждению. У нас Анна Сергеевна хочет вопрос задать. У меня только единственный комментарий. Вы же доктор, да, вы врач, вы, как, мы с вами уже давно работаем, и вы были у нас на белых ночах. У вас на первом слайде есть вопиющий слайд, который прямо нас тут, ну, по правде говоря, коробит. Там 40% ошибок. Да, и у вас есть ссылка на номер один. Вы уж покажите, на что вы там ориентируетесь. Да, или же это, или же там опечатка. Ну, я могу сейчас назвать фамилию. Можно мне уже вопросы задавать, пожалуйста. Да, да, задавайте вопросы, да. У нас заведующая по отделениям патологоанатомических, да. Анна Сергеевна Артемиевна, да. Ну, да, я не просто так сижу. Ну, по поводу ошибок, можно не ссылаться. Я думаю, что... Потому что такой вопрос, на самом деле, очень неоднозначный. Нет определения морфологической, диагностической ошибки для того, чтобы называть вещи ошибками. Ну, и вообще, как и медицинская любая ошибка, это такой вопрос не очень простой. И многие, в общем, в том числе там аффилированные с коммерческими структурами организации используют эти цифры довольно вольным образом. И есть еще одно обстоятельство, которое, собственно, в нашей стране не позволяет говорить о каких-то цифрах конкретных, просто потому что нет системы контроля качества гистологических исследований и заключений. То есть этой статистики просто нет никакой. Поэтому любые цифры, приведенные в этом виде, на что бы они не ссылались, нужно, в общем, воспринимать с юмором. Но ошибки есть. Ошибки, в общем, имеют очень неприятные последствия. У меня к вам много вопросов, если честно. Потому что то, что вы показали, вот этот функционал бьювера, функционал какого-то сегментации, аннотации, очень многие инструменты, которые сейчас доступны, многие производители сканирующего оборудования, там некоторые фармкомпании сами разрабатывают подобные инструменты именно для просмотра изображений, там их сегментации, аннотации. В чем, собственно, как бы ваша идея, ваша задача? В чем отличие от остальных? Почему, ну, допустим, почему я должна выбрать вас? Ну, если говорим про наш инструментарий, то он рождался в процессе, то есть он рождался непосредственно для того, чтобы сделать удобный, ну, относительно удобный для врачей по сравнению, допустим, с работой в опере, как раз размету этих препаратов, для того, чтобы можно было более-менее удобно их разметить в меняемые сроки. То есть вначале у нас была, конечно, задача подготовки обучающей выборки, поэтому мы и этот вьювер разрабатывали сугубо для этого. Под свои меркантильные задачи? Ну, можно сказать так, да, меркантильные или не меркантильные, то есть вопрос тоже философский. То есть, ну, как нам кажется, именно для этой задачи, в принципе, наш выбор, он неплохо годится. Вот, то есть если какие-то будут тоже другие ребята, которые, допустим, захотят там что-то разработать, вот, обратятся к нам, то мы, соответственно, тоже готовы, открыты. Если говорить про инструментарий, то мы как раз сейчас находимся тоже в контакте с гистологами, мы готовы там внедрить любой инструментарий, который будет им интересен, важен, и мы как бы открыты. Ну и следующий вопрос, который, наверное, должен быть первым. Какова цель? Ну, или какова задача, которую вы ставите перед инструментом искусственного интеллекта, который вы разрабатываете? Как вы ее формулируете для себя? Ну, в первую очередь мы формулировали ее как триаж, то есть возможность именно быстрого распределения по группам первоочередности выборки вот этих изображений, которые доктор может получить, ну, в рамках, допустим, работы в качестве какой-то консультативной, то есть, допустим, если он получает какой-то пакет, да, изображений, присланных ему, допустим, да, соответственно, он может их каким-то образом проградуировать, в первую очередь те посмотреть, которые система посчитает наиболее, да, с наибольшей вероятностью злокачественными, да, имеющимися, наиболее, какие-то массивные поражения и так далее. А второе, при таком рутинном просмотре большого количества изображений, да, человек может немножко, ну, устать, что-то недосмотреть, да, прогрелить какой-то микрометастаз или еще что-то. То есть, если обобщить, это система помощи для патолога в валовой напряженной работе. Да, ну, допустим, пакет лимфоузлов, там, 60, там, каких-нибудь биотатов лимфоузлов, где-то что-то можно чуть пропустить. Да и вообще просто долго, пока ты все отсмотришь. То есть диагностические, дифференциальные диагностические задачи вы, по крайней мере, сейчас перед собой не ставите? Ну, на первом этапе, да, наверное, пока скорее 3H, а потом и что-то, может быть, более. То есть это, опять-таки, будет зависеть от роста точности и от роста именно нашей возможности это выкладывать как-то в удобном формате для доктору. А сейчас какой вам точности удалось добиться? И как вы ее оценивали? Мы ее оценивали по количеству правильно соотнесенных, соответственно, лейблов, то есть разметок относительно, ну, то есть системы... А судей кто? Судей кто? Судей патоморфологи. Ну, это один патоморфолог, это несколько патоморфологов. Это несколько патоморфологов, да. Там у нас три отделения есть, где мы консультируемся, так работаем. Вот, то есть они, собственно, готовят выборку, готовят и тестовую выборку. То есть когда у нас есть некий набор картинок, которым они сообщили... То есть эти программы вы с ними сравниваете? Да. А что делает ситуация, когда они не могут договориться между собой? Ну, мы стараемся как-то свести их к какому-то такому более-менее консенсусу, когда они могут, ну, сказать, что они примерно согласны с тем, что выдает нейросеть, понимая, что она имела в виду. То есть, возможно, иногда бывает, допустим, да, такое состояние, опять-таки, это онкология, да, может быть там какая-нибудь очень high-grade, допустим, аденома, который там на грани, да, уже переход. И уже у нее есть какие-то признаки, которые могут присутствовать, да, у аденокарциномы. Вот, иногда, допустим, там нейросеть у нас какие-то эти зоны, можно пометь уже как рак, допустим, high-grade. И тут они, да, говорят, ну да, у вас там залазит немножко там на хайпере. Ну, я смотрю, коллеги мои скучают, я немножко вернусь в более, так сказать, общее русло. Вы сейчас, я так понимаю, работаете только с конвенциональными аденомами и карциномами. То есть вы не берете гистологический вариант отдельно, потому что их морфологические проявления, визуальные, существенно отличаться могут от традиционных аденом, которых большинство. То есть это ограничение сейчас вашей системы. Ну да, это как бы ограничение, но поскольку наша система рассчитана, да, там на такой масс-скрининг, то есть в большинстве своем доктор сможет, да, допустим, если у него большой пакет там разнородных каких-то аденом и аденокарциномов все-таки засунуть и показать. То есть если там что-то неконвенциональное, то она просто не сработает, система, скажет, ну, милый мой, смотри сам. Я пас. Да, я пас, да. Но, допустим, на 80% того, что там пришло, он облегчит задачу. Спасибо. Единственная, конечно, проблема тоже тут ограничения, потому что не у всех есть гистосканеры, поэтому лучше, конечно, работать с теми центрами, в которых эти гистосканеры есть, и есть возможность получать эти самые снимки, потому что даже иногда бывает, приходишь, допустим, к докторам, у них там интернета, ну, в отделении просто нормального нет. Потому что тут у нас был случай такой. А вы валидировали свою систему относительно разных вариантов пробоподготовки? Я так поняла, что вы с тремя лабораториями работаете, а качество препаратов может существенно варьировать. Да, ну, у нас там есть специальные такие алгоритмы предобработки, которые должны, собственно, изображения более-менее свести к определенному набору цветовых характеристик, то есть там происходит определенная предобработка, называется нормализация. Вот, то есть фактически мы как-то несколько там усредняем изображение, убираем какие-то артефакты. Ну, вроде как пока получается. То есть откровенно плохие там изображения, мы, конечно, выбрали бы не засовываем. Но, в принципе, она довольно устойчива. Система получается к изменениям там качества. Ну, то есть если в пределах разумного, то есть препараты не просто замыли, там закидают какие-то артефакты и так далее. В принципе, и какая-нибудь там, какая-нибудь дикая там окраска, какая-то неудачная получившаяся, то есть когда у вас там что-то... Слишком она какая-то мега-мега гемотоксизм. Спасибо. Спасибо. Байван, спасибо. Да, тоже спасибо. Коллеги, есть вопросы еще? Анастасия Азатова. Сергей Владимирович. Владимир Сергеевич. Вопросов нет, все было очень интересно. Так, хорошо. Я хотела бы, да, пообщаться. Хорошо, спасибо большое. Тогда, Кстатин Владимирович, завершающее слово. Да, мы уже подошли, так сказать, к финалу, и у нас можно... Ну, спасибо большое, дорогие коллеги. Все было очень интересно. Естественно, обработка изображения и диагностика – это приоритеты сейчас в развитии компьютерных технологий в медицине и в онкологии. Но мне хотелось бы пригласить вас, наверное, на следующий, да, Артем Николаевич, семинар, который мы хотим посвятить все-таки исполнительным устройствам, в частности, развитию робототехники и возможности применения в частности в онкологии. В связи с этим хочу попросить Николая Анатольевича Грязнова. Вот он здесь к нам подключился, если можно, вывести его на экран. Николай Анатольевич, вы слышно нас? Да, слышно. Алло, погромче. Меня слышно? Николай Анатольевич, присоединитесь к следующему нашему вебинару по робототехнику. С удовольствием. Вы, какая должность у вас есть? Я сейчас директор Института цифровой безопасности. Корабелки. Университета кораблестроительного? Да, да, да. Спасибо большое. Вот. Как ваше мнение по поводу наших презентаций сегодняшних? Очень интересно. Конечно, дискуссионно, конечно, то есть много чего можно обсудить из того, что сегодня. Да, но я один только факт, если можно, приведу, который очень много все перечеркивает. Буквально несколько лет назад, два или три, может, четыре от силы, в Женеве пытались запретить робототехническое оружие, как негуманное. И от Центра национального центра робототехники, в который я экспертом тоже вхожу, экспертный совет, значит, формировалась группа, которая поехала и защитила, то есть робототехническое оружие, как гуманное в Женеве. Вот главным аргументом стало, по уровню ответственности, это сравнимо, как вы догадываетесь, с медициной, вот, что робототехническое оружие уже сегодня по, так сказать, надежности в отличие гражданского лица от террориста отличается больше, чем человеку. То есть процент, вероятность того, что ошибется человек, выше, чем у системы искусственного интеллекта по распознаванию. Но это я к тому, что у меня очень часто врачи спрашивают, а готов ли ты лечь под нож роботохирурга? Я говорю, когда вероятность ошибки у роботохирурга станет ниже, чем у роботохирурга, то, конечно, я буду готов. Но это глупо бы иначе. Это мы обсудим на следующем. Да. Спасибо. Ну что ж, коллеги, мы тогда прощаемся, следующий вебинар у нас будет также в четверг, проанонсируем через рассылку Ницин-Окология Петрова. Всем большое спасибо, на связи, до свидания. Спасибо. До свидания.